Всем привет, с вами Тед. Ребята, сегодня показываю вам хитрейшую стратегию, хитрейшую стратегию Протса. Именно этой стратегией я добил Мастер Лигу на этом аккаунте, собственно, как раз последняя игра на моей серии из Бронзов Мастер. Но, в любом случае, это не имеет никакого отношения к гениальности, гениальности этой стратегии. Сначала я промотаю, вы все знаете уже это открытие. Все знаете абсолютно хорошо, что это гейт-кибернет-ка-нексус-зилот. Точнее, гейт-нексус-кибернет-ка-зилот. И, собственно, это макро-открытие, то есть мы сейчас будем играть вторая база, у нас все окей. И здесь начинается гениальности, смотрите. Мы идем и наносим первый визит терану. Мы наносим первый визит, мы начинаем езжать в его сторону. Мы будем сейчас крушить, зилот врывается, нападает сразу же на КСМ-ку, прогоняет ее, не дает ей построить ПЦ-шку. Короче, у него все замечательно, у нашего зилка. У нашего зилка все замечательно, так же, как и у нас, собственно, ребята. Потому что мы перестали строить пробок. Мы показали сопернику. Эта стратегия работает. Когда соперник увидел, увидел, что у нас есть неексус. То есть мы играем на развитие, все нормально. Но мы его развитие, получается, кошмарим, мешаем ему играть, да, не даем ему возможности напасть на нас. Давим, душим. И в это время мы не строим пробок. А он думает, на самом деле, что мы сейчас развиваемся, ведь мы поставили неексус. Вот, таким образом, мы задерживаем его развитие очень сильно. А дома мы делаем роба и четыре гейта. Четыре гейта в сумме, конечно же. Вот, заказываем обязательно еще с интервью. Ну и вот, смотрите, мы здесь его достаточное время абсолютно задержали. Его здесь добычу, чтобы он 3 минуты 30 секунд не добывал. Здесь начинается микроконтроль. Начинаем уже микрить. Что он микрит, что я. Отходим сталкером. Тут красивейшая микро просто, фантастическая. И мы отступаем, отступаем. Самое главное не потерять сталкеров, потому что дома уже готовится призма. Смотрите, пару пробок мы заказали на сдачу, как говорится. Но призма приготовилась и идет уже сентря. Делается варп, два сталкера сентри. Все это садится в призму, делается обсервер и мы летим, мы летим. Посмотрите, 4 минуты 30 секунд. И у нас такая вот армия утерана на базе. То есть он думал, что мы тут развиваемся вовсю. Мы его поддавили, ему тяжело. И мы врываемся в атаку номер 2. Параллельно с этой атакой строятся пробки. Это обязательно. Давайте посмотрим на этот фантастический бой. Этот бой начинается. Фокусим танк. Внимательно, фокусим танк. Все, танк убит. Начинаем отступать, потому что две иллюзии. Зилков впитывают урон. Сталкеры размениваются с мариками. Подступаем, фокусим марика. Начинаем отходить. Сейчас надо будет призмой. Призмой микрить вовсю. Просто активно пытаемся доварпать. Понимаем, что доварпа еще нет. Уже поздно, поздно. Терран сорвал ксмок и прогоняет нас. Прогоняет нас. И, наверное, сейчас начинается микропризма. И спасаем всех сталкеров, которых можем. И уходим. Уходим обязательно. Спасли, к сожалению, сталкеров самых-самых пробитых. То есть это ошибочка. И видим Баншу. Но на этом прессинг не заканчивается. Понимаете? Самое главное, что мы спасли призму. Мы спасли сталкеров. То есть мы все еще продолжаем давить Террана. И какая у нас ситуация в игре? У нас сейчас 33 пробки на 23. Вот. То есть мы Террана вот так вот давим. Смотрите. Сейчас начинается самое главное. Самое главное, самое эпичное. Король микроконтроля против Банши. Как ее нам победить? Как ее нам победить? Нужно уворачиваться от каждого патрона. Понимаете? Нужно поднимать сталкеров, когда в них влетают патроны. Они уворачиваются. В итоге, таким образом, два самых пробитых сталкера просто разрушили Баншу. От нее остались только ошметки. Вот. А тем временем позади начинается следующая часть нашего плана. У нас делается уже Твайлайт и Фаржа. У нас делаются Имморталы. Потому что мы видели танки. Мы понимаем, что это будет какая-то возможная агрессия с танками. Но даже если это будет не агрессия, так как есть третья база у Терена. У нас будут Имморталы, Чарж и Броня на зелков. Таким образом, зелки станут очень танкующими. Они смогут удерживать очень много ударов. И мы здесь пытаемся еще раз четырьмя сталкерами нанести какой-то урон. Смотрите. Мы здесь пытаемся нанести урон. Тут пытаемся нанести урон. Приходим. На халяву забираем турельку. Понимаете, что мы делаем? Мы напрягаем Терена. Он нервничает. Он уже все такое не понимает. Не понимает, как ему сейчас здесь быть. Пытается что-то нас догнать. Но понимает, что призму ему не догнать. Понимаете? Тем временем здесь танки. Третья база. Идет Старпор. То есть он пытается развиться. Пытается вернуться в эту игру. И как бы в этот момент он вроде бы даже нас опережает. По соплаю. Посмотрите. То есть уже опережает. Ну, все бы ничего, если бы мы не шли его ол и нить. Мы идем очень жестко сейчас олынить. На призму начинаем здесь делать до варпы. Видим все отлично обсервером. Что он собирается что-то здесь походить, поискать. Здесь идет подкрепление зилки. Три иммортала. Три иммортала. Три иммортала зилки. И вот, смотрите. Он выходит на третью базу. Просто идеальный тайминг. Просто идеальный тайминг. С двух сторон нападаем и несемся. Просто несемся крушить его здесь. Сразу же понимаем. Понимаем, что возможно самое проблемное место это танки. Где-то спрятаны танки. И поэтому призма с двумя имморталами подхватывает. И летит просто выключать танки. Прилетает. Танк выключается раз. Второй танк пока не видно. Выключаем здесь натурал. Делается до варп. Видим второй танк. И это... GG просто. Вот так вот. Вот такая вот мега крутая креативная стратегия запросов. Надеюсь вам понравилось. С вами был Тед. Всем пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok